Всем привет! Новости от Intel. Intel представила новый процессор Intel Xeon D2100 в формате системы на кристалле, спроектированный для удовлетворения потребностей периферийных устройств, а также центров обработки данных и сетевых приложений с ограниченным пространством и, самое важное, потреблением электроэнергии. Как говорят, этот процессор самый мощный в мире. Процессор Intel Xeon 2100D еще больше повышает рекордную эффективность и распространяет инновационные возможности платформы Intel Xeon Scalable из центров обработки данных на сетевую периферию и на уровень веб-приложений, где сетевые операторы и поставщики облачных услуг сталкиваются с необходимостью в постоянном повышении производительности без увеличения электроэнергии. Второе вспоминание о пониженном электропотреблении. Вот. Ну, это как лампочки-экономки. Ну, я бы сравнил. Есть обычная лампочка, 100-ваттка, она светит и греется и потребляет 100-ватт электроэнергии. А есть экономка, она светит как 100-ватт, она не греется и она не потребляет 100-ватт электроэнергии. Ну, что-то типа такого. Но, мне кажется, это больше маркетинговый ход. Вот. Так как все равно, в любом случае, все расходы включены в стоимость продукта. И я не думаю, что какие-то продукты решения снизятся на пару центов и это будет обосновано тем, что вот, мол, мы купили новые процессоры, они меньше потребляют электроэнергии. Но они на этом акцентируют внимание, что помимо всех фич и наворотов, еще минимальный уровень потребления энергии. Вот. Говорят в Intel, что процессоры эти обеспечат более высокую производительность и аппаратно реализованной технологии защиты сетевой периферии, необходимые для удовлетворения растущей потребности в повышении вычислительной мощности. Вот. То есть, например, новые процессоры могут помочь поставщикам услуг связи осуществлять периферийные вычисления с множественным доступом, что позволит программным приложениям получать доступ к локальному контенту и получаемой в реальном времени информации о сетевых условиях локального доступа, сокращая загруженность, предотвращая перегрузки мобильной сети и открывая новые приложения, технологии в автомобилях с подключением 5G. Ну, 5G. И еще там, говорят, на умных стадионах поможет в розничной торговле и медицине. Вот так он, этот процессор, выглядит в руках человека, который натянул белые перчаточки. Мне всегда интересно, зачем надевать белые перчаточки и показывать этот продукт. Ну, не знаю. Вот. Эти процессоры, то есть там семейство, линейка этих процессоров, D2100, включают в себя до 18 ядер. Intel Xeon поколения Skylake Server. Вот. То есть там минимальная комплектация 4 ядра, максимальная 18 ядер. Вот. Кроме всего прочего, там есть интегрирована технология Intel Quick Assist, поддерживающая криптографические функции шифрования и дешифрования на скорости до 100 гигабит в секунду. Вот. Ну, как говорят, танки тормозить не должны, и криптовалюту можно майнить. Еще в Винтеле говорят, процессоры этого семейства также предназначены для создания корпоративных систем хранения данных, SAN и NAS начального уровня, маршрутизаторов среднего класса, сетевых устройств, устройств обеспечения безопасности, беспроводных базовых станций, встроенных решений интернета, вещей и др. Вот. Пользователи новых процессоров Intel Xeon D2100 также получают доступ к широкому набору уникальных оптимизированных аппаратных и программных решений и в непревзойденной глобальной экосистеме корпорации Intel. А вот так вот процессор выглядит, если рядом положить одну копеечную монетку. Одна копейка, это есть у нас один американский цент. А вот у нас спецификация, то есть описание продукта. И как мы видим, самая базовая комплектация, то есть для бедных, это у нас четыре ядра. Вот. Эти четыре ядра еще должны включать в себя 8 потоков. Что-то здесь не написано. Ну да ладно. И стоимость 213 долларов. Комплектация же для бедных, ой, блин, для богатых, вот самая топовая, это 18 ядер, соответственно 36 потоков. И ее стоимость 2400 долларов. То есть базовая частота у нас 1,6 ГГц, в режиме буст, турбо-буст, 3 ГГц. Также отмечают, вот что у нас отмечают, ТДП. То есть пониженную энергопотребление. Вот. Что такое ТДП? Это конструктивные требования по теплоотводу. Величина, которая показывает на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения процессора или другого полупроводникового прибора. То есть, к примеру, если система охлаждения процессора рассчитана на требования по тепловоду, ну, к примеру, вот в данном случае 86 Вт, то она должна обесвечивать отвод этих 86 Вт тепла при нормальных условиях. То есть требования по тепловоду показывают не максимальное теоретическое тепловыделение процессора, а лишь требования к производительности системы охлаждения. Соответственно, здесь тепла может быть и побольше, если мы врубим турбо-буст. Ну и все такое. Но, как мы видим, в максимальной комплектации у нас нет интегрированных Intel Ethernet портов. Но это есть во всех других комплектациях. Странно. Ну, возможно, это самый матерый процессор, которому не нужны встроенные Ethernet порты. Во всех остальных комплектациях есть по 4 Ethernet порта. Ну, вот еще чуть-чуть характеристик. Максимально поддерживая системную память до, возможно, до 512 ГБ. Да, серьезно. Вот. Но, так как они акцентировали свое внимание на том, что это процессоры с пониженным энергопотреблением, то я бы предложил Intel маркировать все-таки эти процессоры, ну, как минимум, вот следующим образом. Хотя бы вот таким способом. Заходит, значит, человек в магазин и смотрит, лежат на полочке процессоры. И он выберет, какой? Конечно же тот, который A или A+++. То есть он знает, что пониженное электропотребление. Вот. Ну, больше мне добавить нечего. Если вы вдруг увидели в магазине этот процессор, срочно бежите и покупайте его. Это позволит вам сэкономить. То есть если у вас проблемы с высоким электропотреблением, то срочно бежите и покупайте этот процессор. И он, как я полагаю, позволит вам сэкономить несколько ватт. В год может быть, а может даже и в месяц. Но, как по мне, компании могут сэкономить очень нехило на электропотреблении, если заставят своих сотрудников, перед тем, как уходить домой в конце рабочего дня, выключать свои компьютеры. Это очень неплохо сэкономит электропотребление. Вот. Но здесь же в данном случае подразумевается, что это будет работать круглосуточно на системах, которые работают круглосуточно. Вот. Ну, кто приобретет данный процессор, пожалуйста, напишите в комментариях, сколько электроэнергии вы сэкономили. Но я бы советовал начать с экономию, с покупок лампочек экономок. Все. Поэтому на сегодня все. Новости от Intel еще будут. Подписываемся, делимся, ставим лайки. До новых встреч. Всем пока.